Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Деяния апостолов» и обратимся к 21 главе. В 21 главе происходят очень важные события, рассказывается о важных событиях, о которых история церкви, ну и богословская наука в целом, скажем так, предпочитает говорить так сквозь зубы, коротко и неохотно, потому что вещи странные происходят. Значит, смотрите, апостол Павел прощается в Милите с эфесскими пресвитерами и отправляется дальше в сторону Иерусалима. Он там садится на корабль, который идет в Финикию, обходит с юга остров Кипр, оставляя его слева, ну вроде как обычный такой более-менее маршрут, и они пристают в тире. Здесь ученики пытаются Павлу говорить, что не ходи в Иерусалим, для тебя это опасно, может плохо кончиться и все такое прочее. Ну вот, что-то им Дух Божий открывает, они поэтому Павла предупреждают. Павел знает, что тот же Дух ведет его в Иерусалим и двигается дальше. И теперь в Птолемоиде, снова они приветствуют братьев, потом прибывают в Кесарию, входят в дом диакона Филиппа, Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, который уже встречался нам на страницах деяний в первой части книги. И здесь его дочерь, этого Филиппа диакона, пророчица, еще был некий пророк имени Магав, и прямо в духе Ветхого Завета совершает пророческое действие, связывает себя Павловым поясом руки и ноги, и говорит, так свяжут того, чей этот пояс, так говорит Дух Святой, иудеи в Иерусалиме. Но, насколько можно судить, имя апостола Павла не было, а Гаву открыто, а вот то, что так с ним произойдет, было. И все плачут, все не хотят его Павлу пускать в Иерусалим и просят туда не ходить. И Павел на это говорит, ну что вот вы делаете, что вы плачете, сокрушаете сердце мое? Да я хочу быть узником, говорит она, я даже умереть в Иерусалиме готов за имя Господа Иисуса Христа. Вот таков мой путь и мой выбор. Мой путь и мой выбор. Ну и когда они понимают, что говорить его не получится, они говорят, ладно, это будет воля Господня. И двинулись они в Иерусалим. Вот такая молитва у этих людей, которые слышат Духа Святого, которые все через одного пророки. Они просят, чтобы Павел не ходил в Иерусалим, просят Бога, чтобы Бог его, наверное, вразумил и остановил. Но одновременно, когда они слышат ответ Павла и понимают, что он действительно пойдет туда, принимают волю Божию. Не моя воля, но твоя да будет. Для них никакой нет проблемы в том, что их воля может не совпадать с волей Божьей. Главное только, чтобы воля Духа Святого осуществлялась. Вот тоже такая очень поучительная история, при том, что они все Павла любят, и, конечно, никто из них не хочет, чтобы он претерпевал тельные страдания. Далее самое, собственно, важное в рассказе этой главы происходит в Иерусалиме. Вот Павел со своими спутниками приходит в Иерусалим, братья радушно приняли их. Радушно приняли нас, пишет евангелист Лука. Ну, то есть, они-то шли к вполне конкретному человеку, к некоему давнему ученику Моносуну Кипрянину, может быть, знакомому апостолу Варнавы еще, вот, к старому знакомому, у которого можно было бы нам жить, то есть, там были помещения. Ну, и вот братья радушно приняли, значит, молились вместе с Павлом и его спутниками, наверное, еще что-то делали. Но на следующий же день апостол Павел идет к Иакову, и туда приходят также все старейшины Иерусалимской общины. Вот они собрались. Павел пришел к Иакову. Это Иаков – брат Господень, первый епископ Иерусалима, как его называют, традиция, близкий родственник Господа нашего Иисуса Христа. Да, и мы знаем про него, что он лидер Иерусалимской общины, и мы знаем про него, что он вменяемый. Когда шла речь о апостольском соборе в Иерусалиме, именно Иаков, в общем, останавливает склоку и говорит о том, что, ну вот, Дух Святой действует через этих людей, дары Духа Святого не им даны, значит, в чем и спорь. Значит, Петр сделал все правильно, и надо постановить там то, что постановил этот собор. Здесь эти слова будут повторены. Вот к Иакову также приходят и пресвятые общины, и Павел рассказывает подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. И они, выслушав, прославили Бога. Прославили Бога. Хорошо. Значит, разговор о том, что сам Бог, сам Дух Святой действует в язычниках через служение апостолу Павла, да, принято. Хорошо. Славим Бога. Благодарим тебя. Слава тебе, Господи, за то, что вот там, в этих общинах христиан и язычников, происходит так, как происходит. Но, собственно, не это главное в этом разговоре. Павлу они говорят, да, замечательно. Хорошо. Славим Бога. Но ты посмотри, вот здесь, здесь, в Иерусалиме, сколько тысяч уверовавших иудеев. Да, там и нет никого, кроме иудеев. Понятно, что там все иудеи, уверовавшие и неуверовавшие. Вот сколько тысяч. Историки говорят, от пяти до десяти. В среднем примерно семь тысяч. Вот сколько тысяч уверовавших иудеев. И все они ревнители закон. А тебе наслышали, что ты иудеев учишь отступление от Моисея. И здесь пропущена некоторая часть рассуждений. Потому что, на самом деле, речь такая приблизительно, что, вот ты видишь, сколько тысяч, допустим, пусть будет десять тысяч, иудеев, уверовавших. Все они ревнители закона. И все они стараются при помощи благодати Христовой и даров Духа Святого быть образцом исполнения закона. И терпят их иудеи. Не подвергают побиению камнями, изгнанию и прочее, прочее. Терпят их иудеи потому, что они ревнители закона. Если бы они таковыми бы не были, давно их бы изгнали, убили, посадили. И Павлу они как бы намекают, да ты сам так же преследовал этих же самых людей, как отступников от Моисея. Сам всего лишь там сколько-то, пятнадцать, грубо скажем, лет назад, может быть, чуть больше. Все они ревнители закона. И для того, чтобы выжить, для того, чтобы быть в Иерусалиме христианами, надо быть ревнителями закона. Это не современный мир, где можно жить в многоквартирном доме и никоим образом не быть связанным со своими соседями. И соседи могут знать, а могут не знать, во что вы верите, как проводите отпуск, где работаете и какими продуктами питаетесь, кошерными или не кошерными, или что-нибудь еще. при большой скученности наша жизнь в современном мире, не только в городах, на самом деле, характеризуется большой анонимностью. И в этом смысле гораздо безопаснее. Нам поэтому трудно понять, какую большую опасность для христиан Иерусалима, которые все христиане из иудеев, представляет вопрос о том, каковы их взаимоотношения с законом. Они могут выжить, только будучи ревнителями закона. Сейчас, еще раз повторю, не так. Ты можешь жить в абсолютно безбожном, теперь так называют обществу поклоняющиеся лжи и сатане, его называют безбожным. Почему? Не знаю. Оно гораздо хуже, чем безбожное. Тем не менее, даже в этом обществе ты можешь иметь в шкафу, в спальне, закрытые на ключ иконы и там верить, молиться, как-то твои взаимоотношения с Богом складываются. Ну и при этом изображать обыкновенного человека и спать на комсомольских собраниях. Правда, бывают времена, когда это становится затруднительно, но, по крайней мере, возможно. Здесь так не получится. Иудео-христиане Иерусалима так не могут. Для них это вопрос выживания. Поэтому Иаков и пресвитеры Павлу говорят, значит, про тебя-то все говорят, что ты проповедуешь отступление от Моисея, что ты не соблюдаешь. Он не соблюдает. Он садится за один стол с язычниками, вернее, скажем, с необрезанными. Они уже не язычники, а христиане, но в данном случае это не так важно. Ты учишь, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычным. учим. Да, Павел учит. Ну, он учит не о том, чтобы они не обрезывали, а учит о том, что важна вера, действующая любовью, а не обрезаннее или не обрезаннее. Но по факту, да. Да. И что, говорят, Иаков с пресвитерами, все тому же Павлу. Сейчас народ соберется, услышит, что ты пришел. И тогда наша иерусалимская христианская община, в которой одни иудеи, которые старательно, демонстративно исполняют закон. Демонстративно. Но иудеи узнают, что мы тебя приняли, и будет нам карачун, и будет нам плохо. Поэтому надо, чтобы ты тоже продемонстрировал внешне, демонстративно именно, был ревнителем закона. Вот у нас есть четыре человека, давшие обед очищения, нужно вместе с ними пройти, взять на себя их расходы, пройти это очищение и ввести их в рамп. Ну, такой был обычай у людей благочестивых, которые помогали там бедным жертву принести, организовать, прочее, прочее. Брали на себя какие-то там расходы, связанные с этим очищением. Вот имеющие на себе обед, издержи, возьми на себя издержки на жертву за них. Ой, Павел-то собирал помощь Иерусалимской христианской общине по случаю голода, потому что людям есть нечего. И эти издержки на жертву за эти их очистительные обряды иудейские, ему как нож острый вообще-то. Возьми на себя издержки на жертву за них, очистись, проследи, чтобы они остригли голову и узнают все, что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Кому какое дело? Что там Павел соблюдает? Как он сам напишет в письме к римлянам, кто-то осуждающий чужого раба перед своим Богом, стоит он или падает и будет восставлен, потому что все равно Бог восставит его. Кто эти люди, которые значит проверяют является или не является Павел ревнителем закона? Вот в такой очень двусмысленной ситуации оказывается с одной стороны Павел, а с другой стороны апостолы Аков и христиане Иерусалима, потому что Павел надеется быть принятым во Христе по-братски, а Аков и христиане Иерусалима думают только о том, ну не только, но все-таки думают в основном о том, как бы не навлечь на себя неприятности от официальных религиозных властей и в общем это некрасивая мотивация, некрасивая. Неправда во Христе, а кондиции интересуют их. Невозможно сказать, что правильно было бы для каждого из участников этой истории, правильно, наверное, было бы со стороны иудеев разрешить назарянам, христианам и за иудеев быть такими, какими они считают нужным. Наверное. Не знаю. Может быть, для кого... Ну, тут могут быть самые разные варианты, но важно, что хорошего варианта не находится. Не находится. и Павел ну, в общем, явно без большого восторга, ну, судя по тому, как об этом рассказывает венглист Лука, без большого восторга берет этих людей, значит, и совершает с ними обряд очищения, все, что там положено. при этом еще в ходе текста, так сказать, да, христиане Иерусалима говорят, что да-да, там эти уверовавшие язычников, мы про них уже писали, чтобы они воздерживались от идолопоклонства, от удавлененной крови и от блуда. Ну, пока храм стоит, существует некий вопрос, а почему, собственно, туда не допускают христиан из язычников, а с другой стороны, зачем он им нужен, чтобы жертву приносить, так жертву Христос принес, понимаете, вот как все это, где здесь правда и милость, вот в этой коллизии совершенно непонятно, в каком-то смысле, когда храм разрушен через несколько лет, все становится значительно проще, ну, и пути христиан и иудеев окончательно расходятся после этого, однако здесь вот события кипят, потому что Павел вместе с этими людьми, с которыми он завершает обряд очищения, входит в храм и тут на тебе вот прямо кинематографический кадр где-то у колонны лицо Павла и лица нескольких иудеев из Азии, которые пытались уже этого Павла побить камнями, и тут они его видят в Иерусалимском храме, и у них взыграло ретевое, ну, правда, это надо, конечно, блокбастер снимать, потому что они перед этим еще видели Павла с неким Трофимом Ефесянином, который, как они думали, что он язычник, а Павел его ввел в храм, и вот они начинают истушно вопить оскорбление чувств верующих, потому что вот мужи израильские этот человек повсюду учит против народа и закона и места и всего, притом и Эллинов ввел в храм и осквернил святое место в сие, ровно один по один, прямо не можем этого видеть, ну, и дальше там начинается буза на весь город, люди бегают по улицам, не знаю, кто этот Павел и где, но знаю, что его надо схватить, побить камнями и расстрелять через повешение, прямо так это все бурно происходит, что до тысячи начальника доходит весть, что весь Иерусалим возмутился, он уже думает, что сейчас придется все это усмирять, ну, тем не менее, берет воинов, сотников, устремляется на народ, который в этот момент перестает бить Павла, увлеченно всей толпой, ну, вот такая вещь толпа, там интеллекта не присутствует, только один аффект, больше ничего, им невозможно втолковать, объяснить, им неинтересно, кто такой Павел, в чем его обвиняют, в чем он не прав, что он сделал, что не сделал, вот ничего этого нет, чистый аффект, бей, спасай, ну, в общем, конечно, это психика обезьяны, обезьянистая, ничего не поделаешь, в результате тысячи начальник вынужден, чтобы не было смертоубийства, может быть, ему стало известно, что Павел римский гражданин, может быть, он опасается бунта как такового, вот он вынужден вырвать Павла у его мучителей, и даже на руках его солдаты несут, потому что там толпа народу множество бежит и кричит смерть ему. Поразительно, что в этой ситуации во-первых, Павел попал в нее по инициативе Иерусалимской христианской общины. Им приспичило показать, что вот этот человек, которого они приняли, с которым они садились за стол и разговаривали, это невозможно было скрыть, что он ревнитель закона, поэтому они его посылают в храм с какими-то там четырьмя людьми, проходившими очищение, и все эти тысячи христиан ревнители закона, но их нет, они растворились, они где-то. То есть на словах они, конечно, приняли Павла как брата, но нет. Им нет дела до происходящего. Римские солдаты, отбивают Павла у беснующейся толпы, а десять тысяч христиан Иерусалима, которые все ревнители закона, сидят дома. Что странно. При том, что да, разные иудейские исследования, истории, в частности, кстати, Иосиф Флавий говорят о том, что да, Иаков и другие считались образцом исполнения закона и пользовались авторитетом. Что же они тут-то не воспользовались этим авторитетом, чтобы спасти своего собрата? Ну, вот так. Тоже, понимаете, мы привыкли представлять себе церковь первого века как совокупность всяческих совершенств, авторитетом, но это не совсем так. И еще поражает, что Павел при всем том не теряет самообладание. И когда вот солдаты уже его вытащили из толпы, он обращается к тысяченачальнику и говорит, да, я им скажу. Ты, оказывается, по-гречески можешь? Могу, да, я скажу слово народу и дальше. В следующей главе мы услышим то слово, которое обращает Павел к иудеям.